А вы знаете, где находится самая большая выставка Лего в Европе и что именно там можно увидеть? Так, нам нужно вот сюда Ребята, привет! Я уже добралась до Макутума Сейчас ищу кое-что для вас Я вся мокрая, но это не удивительно в Варшане Собственно, здесь так всегда Вот оно, наш ход царства кубиков Лего Если вы все еще думаете, что Лего просто детская забава, то вы глубоко ошибаетесь Эта организация сумела охватить не только сердца всех детей в мире Сразу на входе нас встречает гора Рашмор с лицами президента Привет всем! Куда сходить любителям Лего, если вы вдруг оказались в Варшаве? Этот выпуск будет подарком как для любителей Лего, так и для тех, кто любит путешествовать самостоятельно Мы в Варшаве и сейчас посетим самую крупную выставку Лего в Европе Здесь можно увидеть более тысячи постройок, в том числе и соков посечелетия Звездных войн, что мы сейчас и сделаем, пошлите! Неиссякаемый интерес детей и взрослых к Лего уже никого не удивляет Разнообразие наборов, фигур и возможностей поражает воображение и открывает невероятный потенциал для игры Смотрите, еще одна кнопочка А также полностью захватывает внимание, что является, наверное, главным достоинством в эпоху тотальной зависимости от экрана Так, мы зашли, а теперь давайте разбираться подробнее Сама выставка занимает две тысячи квадратных метров Внутри можно увидеть различные известные сооружения Например, гору Рашмор с головами американских президентов И падающую башню в Пизе высотой 2,5 метра Также тут можно увидеть самую длинную реконструкцию китайской стены 55 метров Ребята, представляете, сколько труда, сколько сил, времени и энергии нужно было, чтобы собрать эти все скульптуры Но не эта скульптура меня поразила Сейчас покажу, какая Ребята, из сооружений, которые поразили, меня хочу отметить Пизанскую башню Которая высоту имеет 2,5 метра и сделана из 200 кубиков лего В этой выставке было задействовано 7 миллионов деталей лего Только слушайтесь в эту цифру, 7 миллионов деталей Более сотни поделок размещены на двух этажах Есть также зоны для поклонников фильмов и сериалов Вот профессор из бумажного дома А вот фрагмент с ведьмака Ребята, эти все картиношки тоже сделаны из лего Гитары, все абсолютно все сделано из лего И микрофон тоже Барабаны, установки Самым сложным сооружением было строительство 7 метрового с около тысячелетия Чем же сложности? Ну, помимо того, что он 7 метровый и все такое На самом деле из лего очень сложно создать круглый предмет, который к тому же висит в воздухе Ребята, миллион двести тысяч кубиков пошло на Сокол тысячелетие Вы представляете вообще, какой объем работы был выполнен? Я не представляю, как это сделать При том, что они все приблизительно в одном тоне, эти кубики Какое терпение должно быть у этих людей, которые его собирали Интересно, есть профессия сборщик лего? Не слышала, но, наверное... Если коснуться истории самого бренда То самое интересное, что известный бренд лего был создан далеком в 1932 году в датском городке Белунд Но тогда игрушки изготовлялись из дерева А вот пластик вошел в дело только в 1947 году Вы правильно поняли В начале лего выпускал деревянные изделия А через два года компания стала выпускать так называемые автоматические соединяющиеся кирпичики Про родители современных кубиков лего Еще из интересных моментов стоит отметить то, что детали лего изготавливаются из биоразлагаемого пластика на основе сахарного тростника Который безопасен для детей Помимо обычных статических сооружений, из лего также можно собрать интерактивные конструкции Всего компания создала 485 миллиардов знаменитых пластиковых деталей То есть по 64 штуки на каждого жителя земли А составленная из этих кирпичиков цепочка способна обмотать земной шар 10 раз И для детей зоны созданиями щенячьего патруля и свинки пепы Кирпичики созданные пять десятков лет назад и вчера легко соединяются друг с другом Так что коллекционные образцы можно совмещать с современными и построить что-то в стиле постмодерн Бренд не останавливается на достигнутом и старается соответствовать веяниям времени Недавно компания запустила диджитал приложение, с помощью которого можно почувствовать себя настоящим инженером И спроектировать собственную модель для сборки Поднимаемся на второй этаж, я уже была здесь раз, поэтому я знаю, что меня ожидает, но вам сейчас покажу На втором этаже располагаются репродукции полотен известных художников и инсталляции на тему человеческого тела Сальвадор Дали Фикассо Вот такая картина перевертыш, которая помогает железному человеку снять маску в зависимости от места вашего нахождения Эта картина состоит из треугольника Монализа Фацойну Хиванков И крик Эдварда Муна Это мировые архитектурные достопримечательности, собранные из лего в одном месте Это человеческое сердце Это человеческое сердце А это человеческий мозг Строение внутренности человека Строение пищеварения человека Строение дыхания человека Строение костного скелета человека Строение костного скелета человека Со всевозможными деталями лего, где можно собрать все что угодно на ваше усмотрение и усмотрение ваших детей И выход с выставки, конечно же, через магазин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...